Дорогие друзья, сегодня предано земле тело Михаила Сергеевича Горбачёва. Он пошёл, как говорили в Библии, вслед всей земли. Закончилась его долгая, 90-почти двухлетняя жизнь. И сегодня на похороны с ним, на прощание с ним, пришли многие тысячи людей. Так много, что пришлось продлить на пару часов время прощания. Я сам там был, и я видел эти лица, в основном людей культурных, людей серьёзных, мужчин и женщин, молодых и старых, которые пришли отдать этот долг памяти. Почему? Их никто не гнал, никто не звал. Никаких не было развёрсток по ЖЭКам и институтам, как это бывало в прошлом не раз. Почему в солнечный сентябрьский денёк, субботу, люди пожертвовали своим отдыхом, для того, чтобы попрощаться с давно уже ушедшим на покой, 30 лет назад ушедшим на покой, единственным президентом Советского Союза и последним генеральным секретарём ЦК КПСС. Стоя в этой очереди, я думал об этом. Ведь в этот же колонный зал Московского дворянского собрания за 69,5 лет до Горбачёва люди собрались, чтобы попрощаться со Сталином. И тогда собрались сотни тысяч людей, может быть, миллион. Люди давились на Трубной площади, на бульварах, на Дмитровке, и немало людей, как говорят, погибло или было сильно изувечено. Сейчас было, конечно, намного меньше людей. Раз, наверное, в 50, а то и в 100 меньше. Но никто никак не давился. Тогда люди пришли попрощаться с их губителем, кровопийцем и тираном, который угробил их родителей, быть может, их мужей, жён, детей, угробил в террористических чистках, в Голодоморе, в Великой войне, в различных репрессиях, который лишил их всего, и свободы совести, и право ходить в церковь, было же уничтожено духовенство почти всех религий, почти полностью, который превратил людей полностью в рабов, лишил их всего имущества, вслед за Лениным. Коллективизацию эту провёл Сталин. И его пришли провожать бесчисленные толпы. А Горбачёв сделал прямо противоположное. Удивительно. Он освободил людей. Он, генеральный секретарь ЦК КПСС, объявил о том, что общечеловеческие ценности важнее классово, и восстановил международное доверие, провёл разоружение, на 4 пятых сократил ядерный арсенал и договорился о таком же сокращении другими державами ядерными, Соединёнными Штатами, Великобританией и Францией. Он прекратил войну в Афганистане. Сталин ввергал народ всё в новые и новые ужасные войны. А Горбачёв прекратил войну в Афганистане. Никаких других войн не затевал. Межнациональные конфликты армяно-азербайджанские, осетинские, абхазские вспыхнули помимо него. Это застарелые большевистские язвы, которые просто при освобождении страны невозможно было больше удерживать. Он дал людям гласность, то есть возможность писать, говорить то, что они думают. Он дал людям право ходить в церковь, и он вообще исповерует свою религию, любую, даже самые такие экзотические для России, типа бахаизма или кришнаизма, или веру в свидетели Иеговы, за которую сейчас сажают. Он впервые сказал в английском парламенте в январе 88-го года, в этом году мы будем отмечать тысячелетие крещения Руси. Не русская церковь, не верующие, мы. И действительно, 1 августа по всему Советскому Союзу, и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и повсюду, где и были православные люди, люди отмечали тысячелетие крещения Руси в 88-м году совершенно свободно. И после этого церковь была освобождена полностью. Это произошло на так называемой апрельской встрече патриарха Пимена 88-го года с Горбачевым. Мы писали об этой встрече в истории России 20-го века, и я много о ней знаю. И не только это. Так, эта церковь оказалась совершенно свободной. Мы даже не могли себе представить, как так можно жить. Свободой никто не вмешивался в нашу жизнь. Я уже с сентября 88-го года стал преподавать в Московской Духовной Академии, и никто не верил этому. У нас в Институте Востоковедения, что это возможно. Упал железный занавес. Русские люди и вообще граждане СССР стали ездить за границу. Все чаще и чаще, все больше и больше. Началась коммерческая деятельность, индивидуальная коммерческая деятельность объединений. Горбачев оказался свидетелем освобождения стран Центральной и Восточной Европы от коммунистического ига. И пальцем не пошевелил, чтобы помешать этому. Наоборот, он не возражал ни против разрушения Берлинской стены в 89-м году осенью, ни против высоединения Германии через год осенью 90-го года. Когда балтийские страны захотели объявить независимость, разумеется, его старое такое советское, конечно же, имперское, коммунистическое чувство все воспротивилось этому. Но я уверен, что не он приказал силой подавить движение к свободе в Вильнюсе и Риге. Это была провокация КГБ Кричкова. Теперь мы это знаем почти наверняка. Горбачев был недоволен, но он был не всевластен. Так же, как, я думаю, и события, печальные события в Тбилиси в апреле 88-го года. Освободились страны Европы, освободилась Прибалтика. Латвия, Литва и Эстония получили независимость в сентябре, формальную, 91-го года. И этот акт был тоже подписан Горбачеву. Наконец, в 90-м году была отменена шестая статья Конституции СССР, которая гласила, что коммунистическая идеология является государственной идеологией в Советском Союзе. Вот она была отменена. Этот секретарь ЦК, первый секретарь ЦК, КПСС, Генсек, отменил эту статью о всевласти коммунистической идеологии. И в июне 12 июня 91-го года при Горбачеве прошли выборы главы Российского государства, Российской Федерации. И на этот пост был избран всенародно, свободно, на конкурентных выборах, где было шесть кандидатов, был избран враг Горбачева, его противник, Борис Николаевич Ельцин. А человек, которого Горбачев хотел бы видеть президентом России, Бокатин, проиграл ему. И Горбачев не стал отменять результаты выборов, не объявил их, не сфальсифицировал их. Он принял волю народа как факт. И во время путча, который тоже в августе 91-го года, конечно, организовал не Горбачев, а организовали люди, которые хотели вернуть Советский Союз в коммунистическое вчера, в диктатуру, в этом путче Горбачев отказался участвовать, был заключен под домашний арест, и когда путч провалился, он собственноручно подписал указ о запрете коммунистической партии Советского Союза. И наконец, когда за его спиной, ради того, чтобы получить власть, руководители трех республик Советского Союза, Российской Федерации, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, Горбачев не арестовал этих людей, хотя все силовые ведомства ему подчинялись, не послал никуда войска, он ушел. Он ушел, не пролив ни капли крови, передав власть в России, ну и фактически на всем постсоветском пространстве Ельцину. И тогда он мне вскоре после этого, уже в 92-м году, он мне говорил, я знал, что Ельцин все развалит. Он развалил, как говорил мне Горбачев. На самом деле, конечно, все сложнее. То, что было потом уже не нам судить, в отношении Горбачева, это были его рефлексии, это были его горечь, но тем не менее, факт остается фактом. Хотя он сам считал себя долго коммунистом, а потом мне говорил, что он постепенно становится социал-демократом шведского типа. тем не менее, он сделал Россию не коммунистической. Он сделал Россию свободной и открыл путь для того, чтобы русские люди, избравшие Ельцин своим президентом, построили действительно свободную страну. Даже ту, которая ему не нравилась, страну, можно сказать, антикоммунистическую. Привели бы суд над КПСС, переименовали бы города и улицы, вернули бы собственность потомкам ограбленных большевиками людей. Горбачёв это не помышлял об этом, но в странах, только что освободившихся странах Восточной Европы делалось именно это. Но Ельцин не пошёл до этого. Это уже другая история. В этом нет никакой вины Горбачёва. Он до последнего оставаясь во власти руководителем Советского Союза, имея ядерный чемоданчик в руках, он до последнего сохранял принцип доверия к народу, гражданам и принцип непролития крови. Принцип, который потом не соблюл Ельцин в Чечне и уж тем более Путин в многочисленных своих войнах и иных авантюрах. Так что люди, которые сегодня собрались почтить память Михаила Сергеевича Горбачёва, они собрались и пришли к гробу, конечно же, зная о его ошибках, слабостях, о том, что он пытался скрывать Чернобыльскую катастрофу, сначала не очень хотел закванчивать войну в Афганистане, его убедил собственно другие люди в этом 1986 году, что он врал Маргарет Тэтчер, что у нас нет биологического оружия, оно было, он об этом знал, но в этом был старый человек Горбачёв, Горбачёв генсек, Горбачёв выросший из этой вот обоймы коммунистической, он был в этом смысле обычный дитя тоталитаризма, коммунистического номенклатуры, но в том, что он сумел человека и человеческие ценности поставить выше классовых ценностей, выше своего собственного держания за власть, наслаждения властью, вот в этом Горбачёв был совершенно уникален. То, что он в борьбе Которая еще велась незапамятных времен с миром и с Западом развернул Советский Союз так, что он стал союзником Запада и при Ельцине оставался союзником Запада и даже в первые годы правления Путина оставался, это, конечно, чудо. Такого не могло быть, но это было. Вот, если угодно, проведение, поставив на столь высокий пост Горбачёва и внедрив в него эти мысли, которые он проводил, дало всем народам Советского Союза и в России, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Украине, и в Молдавии, и в Армении, и в Грузии, и повсюду дало шанс. Оно дало шансы народу Восточной и Центральной Европы, но страны Восточной и Центральной Европы этим шансом воспользовались. А народы бывшего Советского Союза, может быть, за исключением Балтийских государств, этим шансом не воспользовались тогда. И в одних странах воцарилась тирания, в других странах воцарилась олигархия, в России она потом превратилась в тиранию, и сейчас постсоветское пространство выглядит, конечно, очень печально. Вина в этом Горбачёва нисколько. Вина в этом нас, конечно, именно нас, которые какие-то фантомы империи, какие-то псевдо-идеи большевистского равенства, удобной, безответственной жизни предпочли свободе, которая нам была дана, если угодно, на блюдечке с голубой каёмкой. Мы отвергли эту свободу. И вот теперь, дорогие друзья, у гроба Михаила Сергеевича мы должны сказать, то, что нам давалось легко и не по нашим заслугам, и нами было отвергнуто, теперь нам надо завоевать мужеством, своим трудом, своим осознанием, своей волей, и тем самым оправдать дело Михаила Сергеевича в глазах будущих поколений. осуществить его. Я думаю, именно потому, что многие люди поняли, что нам надо осуществлять то, что 30 лет назад не успел завершить Михаил Сергеевич, именно это и привело стольких людей сегодня, 3 сентября 2022 года, к его гробу. и многих еще будет приводить на его и Раисы Максимовны, его супруги могилу. Многих будет приводить, чтобы там люди подумали и еще раз дали себе слово отстаивать право на достоинство и свободу, не покоряться лжи и деспотизму. Это завещание Михаила Сергеевича, об этом он мне не раз говорил сам, и это завещание мы, не только мы старики, но и вы, молодежь, должны исполнить. Продолжение следует...